приветствую братья и сестры у нас сегодня 2 проповедь тоже будет по книге деяний вот так получилось по 5 главе из 5 главы будем читать и если вы уже заметили то как-то так наверное уже 6 проповедь на вечернем собрании по книге деяний я хочу сказать основа этих проповедей это наш разбор который по понедельникам происходит и как говорится пользуясь случаем хочу поблагодарить братья и сестер которые участвуют в этом разборе потому что многие мысли многие какие-то такие тонкости которые о которых я говорю в проповедях это в том числе и их плоды потому что они задают вопросы они что-то говорят что-то проясняют и скажу так когда готовишься к разбору а потом уже осмысливаешь результаты то очень много добавляется поэтому я благодарен тем кто приходит и заодно приглашаю когда в сентябре мы возобновим наши встречи кто кому интересно книга деяний присоединяйтесь сегодня мы будем из 5 главы читать и чтобы нам было понятней немножко напомню что же в предыдущих главах было если сказать очень коротко то 2 3 и 4 глава они показывают как наполнилась евангелие потому что в этих главах записаны проповеди апостола петра лука очень внимательный человек и он их записал очень подробно записал и через эти проповеди видно как наполнялась евангелие потому что мы же понимаем когда дух святой вошел в учеников это не значит что сразу же они осознали осознали кто такой христос что он совершил и потребовалось какое-то время какое-то время и по проповедям петра который он говорил в течение первого года жизни церкви видно как это евангелие наполнялась в первую очередь петр и ученики говорили о том что христос воскрес потому что люди жители иерусалима они они не знали то есть очень маленькая группа людей знала вот этот факт что христос воскрес поэтому петр говорит об этом ученики говорят об этом что христос воскрес он вознесся следующая истина которая вошла в евангелие это то что христос вернется на землю что его вознесение и пребывание на небесах это до времени и когда совершаться все пророчества которые записаны в писании он ведь он он вернется он придет то есть небеса приняли вот до времени и третья истина которая наполнила евангелие это то что у христа есть власть спасать если власть прощать грехи что именем его только его именем можно спастись и написано в 4 главе нет другого имени под небом данного человека которым надлежало бы нам спастись кроме вот этих вот итогов то что евангелие наполнилось истинами лука в этих главах еще показывает практическую жизнь первой общины он показывает о том как у людей переменилось их отношения к собственности к материальным вещам что люди жертвовали и например варнавы мы видим что варнава пожертвовал всем своим имуществом чтобы другие братья могли как-то жить могли питаться а через историю с ананией сапфирой лука показал как страх господин вошел церковь страх благоговейны страх созидающий и когда вот вот эти истины вот эти подробности лука показал вот в 5 главе есть место где лука как бы дает обзор общий взгляд на ситуацию что же собой представляет первая церковь и какое оно место занимает в этом обществе в иерусалиме среди иудеев и если вот вспомнить кто такой лука лука это человек образован человек который можно сказать историк ученый историк и во всей своей книге он начинается такого системного подхода время от времени он дает общий обзор ситуации если мы вспомним чего начинается вторая глава то есть рождение самой церкви написано в первом же стихе второй главы при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушны вместе это тоже обзор это такой общий взгляд на учеников они находятся в горнице они единодушны вместе и вот с этого начинаются все события с церковью и уже в конце второй главы лука тоже дает общий обзор что же произошло за скажем так за первый месяц потому что это очень важно видеть что было и что произошло и понимает а вот глядя на эти места мы можем сравнивать то есть видеть вот эти изменения и вот я прочитаю это уже конец второй главы лука тоже дает обзор что же в этот момент представляла собой церковь 2 глава 42 стиха читаю и они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба и в молитвах был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершалось через апостолов в иерусалиме все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имение и всякую собственность и разделяли всем смотря по нужде каждого и каждый день не на то что пребывали в храме и преломляя по домам хлеб принимая пищу веселья и простоте сердца хваля бога и находясь в любви у всего народа господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви то есть вот мы видим итог общую картину что же собой представляла церковь скажем так в первый месяц первого года а теперь когда мы вот начнем читать из 5 главы то мы должны понимать что мы будем читать тоже вот это итоговое место только только лука вот этот итог уже подводит через год и вот глядя на концовку 2 главы и глядя на итог в 5 главе и сравнивая их по стихам мы можем увидеть разницу что же произошло с церковью с вот этой первой общиной за год я сейчас буду читать из 5 главы начиная с 12 стиха буду по порядку читать эти стихи и давать небольшие пояснения если можно тогда просто с экрана их не убирать до следующего стиха деяния 5 12 руками же апостола совершалось в народе многие знамения и чудеса точно такое же место такой же стих есть и во второй главе это 43 стих лука пишет там много чудес и знамений совершала через апостола в иерусалиме то есть в этом плане не поменялось то есть вот это вот божья удивительная сила которая выражалась в чудесах и в знамениях она продолжалась ее действие продолжалось с еще большей силой то есть через год эта сила действовала и все единодушно пребывали в притворе соломоновым вот здесь произошла перемена потому что год назад первая община она в горнице помещалась но за год она выросла и она начала собираться в храме и начала собираться на том месте где вокруг Иисуса собирались люди соломоновом притворе 13 стих из посторонних же никто не смел пристать к ним а народ прославлял тоже про перемена большая произошла потому что если мы смотрим во вторую главу то мы видим что в начале этой главы учеников еще никто не узнавал когда они вышли на улицу и говорили на разных языках люди смотрели на них и единственное что у них возникало в голове это же галилеяне но через год мы видим что уже люди выделили их выделили что у них какая-то особенная посвященность что они ежедневно собираются что у них благоговение они страх испытывали когда видели как господь поразил ананию и сапфиру и можно сказать что в этом собрании в первой церкви все люди были верующие там не было посторонних 14 стих верующих же более и более присоединялось господу множество мужчин и женщин то есть за год община выросла многократно если мы вспомним те цифры которые вот предыдущих главах там тысячами люди присоединялись то есть она многократно выросла 15 стих так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях дабы хотя тень проходящего петра осенила кого из них то есть вот такая удивительная благодать окружала апостолов и учеников и народ уже выделил петра народ выделил петра как руководителя как человека который стоял во главе вот этой вот группы и написано искал даже его тени и здесь тоже огромная разница видна потому что мы есть если вспомним что было год назад и вспомним место где описано как петр стоял перед воротами храма стоял перед человеком хромым и никто его не узнавал то всем было все равно кто это стоит стоит какой-то человек и только когда петр совершил чудо над хромым помните вот тогда люди обратили на него внимание но здесь вот через год мы видим что настолько огромная известность у петра было что люди даже искали хотя бы тень его чтобы упала на них и чтобы исцелиться хотя конечно это не тень петра исцеляла это божья рука исцеляла и бог отвечал на все просьбы и на все чаяния людей которые вот хотели исцеления 16 стих сходились также в иерусалим многие из окрестных городов неся больных и нечистыми духами одержимых которые исцелялись все в те времена не было никакой медицинской помощи это мы сейчас живем и у нас есть больницы поликлиники как-то само собой разумеется что можно обратиться к врачу и получить помощь тогда такого не было были определенные места которые в силу климата или в силу каких-то природных особенностей там могли быть минеральные источники вот они считались местами исцеления и только богатые люди могли позволить себе вот совершить путешествие это место и получить какую-то медицинскую помощь бедные люди простые люди они могли только надеяться на то что как-то выздоровление наступит или какие-то нам народные способы использовать и вот поэтому когда люди услышали о петре когда они вот эта молва о чудесах которые совершали через него распространилась вокруг иерусалима то написано что все люди то есть неимущие больные из окрестностей потянулись то есть огромное скопление людей было и 17 стих читаю пиросвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси садукейской исполнились зависти это тоже большое изменение потому что если мы вспомним что же было в начале этого года то первосвященник и власть вот это вот они не замечали учеников потом через какое-то время не заметили и и был запрет апостолам проповедовать об иисусе этот запрет прозвучал когда иисус исцелил храмовых человек у ворот храма а вот теперь пошел непрерывный поток исцеления огромные чудеса начали происходить и петр каждый раз провозглашал то есть глядя как он это совершал он провозглашал что это все совершается именем иисуса христа и конечно же вот эти исцеления не главное что делал петр потому что по потому как написано в книге деяний мы видим что утром он приходил в храм а вечером уходил и вот только вот по дороге могли люди его тень словить а все остальное время то есть весь день петр и ученики они находились храме и учили людей и проповедовали евангелие о христе говорили но уже столько людей стало собираться огромное количество людей стало собираться вокруг петра что вот это собрание но стало самым многолюдным храме и вот тогда начальство заволновалось и вот что оно сделало прочитаю сейчас остаток пятой главы это довольно таки длинный текст но нам важно увидеть его целиком чтобы взять оттуда несколько истин деяние 5 глава 17 стиха до конца считаю читаю первосвященник же и с ним все принадлежащие кересе суду кейской исполнились зависти и наш наложили руки свои на апостолов заключили в народную темницу но ангел господень ночью отворил двери темницы и выведя их сказал идите и став храме говорите народу все эти слова жизни они выслушав пошли утром в храм и учили между тем первосвященники которые с ним придя созвали синедрион и всех старейшин из сыновых израилевых и послали в темницу привести апостолов но служители придя не нашли их темницы и возрастившись донесли говоря темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей стоящими перед дверями но творив не нашли в ней никого когда услышали эти слова первосвященник начальник стражи и прочие первосвященники неудоумевали что бы это значило пришел же некто и донес им говоря вот мужи которых вы заключили в темницу стоят в храме и учат народ тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения потому что боялись народа чтобы не побили их камнями переведя же их поставили в синедрионе и спросил их пересвящение говоря не запретили ли мы вам накрепко учить о имени этом и вот вы наполнили иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека петр же и апостолы в ответ сказали должно повиноваться больше богу нежели человек бог отцов наших воскресил иисуса которого вы умертвили повесим на древе его возвысил бог десницей своей в начальника и спасителя дабы дать израилю покаяние и прощение грехов свидетели ему в этом мы и дух святый которого бог дал повинующимся ему слыша это они разрывались от гнева и умышляли умертвить их встал же в синедрионе некто фарисей именем гамалию законоучитель уважаемый всем народом приказал вывести апостола на короткое время а им сказал мужи израильские подумайте сами собою о людях сих чтобы что вам с ними делать ибо незадолго перед этим явился февдо выдавая себя за кого-то великого и к нему пристало около 400 человек но он был убит и все которые слышали слушались его рассеялись и исчезли после него во время переписи явился иуда галилеянин и увлек за собою довольно народа но он погиб и все которые слушались его рассыпались и ныне говорю вам отстаньте от людей этих и оставьте их ибо если это предприятие и это дело от человеков то оно разрушится а если от бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказаться и богопротивниками они послушались его и призвав апостолов били их и запретив им говорить о имени иисуса отпустили их они же вошли из синедриона радуясь что за имя господа иисуса удостоились принять бесчестие и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об иисусе христе вот такой большой текст две истины отсюда возьмем и первую возьмем как бы с конца этого текста со слов гамалиева суть его предложения если одним словом выразить подождать то есть он предлагает синедриону подождать почему потому что и он и весь синедрион они понимали что перед ними стоят ученики иисуса христа то есть иисус их пастырь они их овцы и вот раз пастырь поражен то овцы должны рассеяться и и наверное надо просто подождать вот суть предложения гамалиева что надо подождать и вот который погиб и все которые его слушались рассыпались и у гамалиева надо сказать мысли абсолютно верные потому что это действительно библейский принцип и этот принцип сам иисус вспоминал перед своими учениками матфея записано 26 глава 31 стих тогда говорит имя иисус все вы соблазнитесь а мне в эту ночь ибо написано поражу пастыря и рассеются овцы стада и и действительно так и было все таки было ученики бежали и на суде и во время страданий и на голгофе иисус был один никто не вступился никто не сказал за него ничего он был один и вот этот принцип он был дан через пророчество захарии записано у захарий в 13 главе 6 стиха ему скажут от чего же на руках у тебя рубцы и он ответит от того что меня били в доме любящих меня о меч поднимись на пастыря моего и на ближнего моего говорит господь саваоф порази пастыря и рассеется овцы и я обращу руку мою на малых вот мы слушали стихотворение перед этим и так получилось что вот оно построено такое стихотворение на пред на предположение что же могло быть если бы если бы вот пошло не так как как оно было на голгофе если бы христос вознесся прямо 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 на небеса с голгофа и вот вот это вот вот это предположение на самом деле там это мысли сатаны то есть это план сатаны который он имел чтобы сохранить свою власть потому что все что сатана сделал когда он вошел в иуду когда он вот организовал этот суд над христом когда он сделал так чтобы христа распяли руками людей это был его план и этот план был реальный он опирался на божье слово и на божье обетование потому что сам бог сказал вот так будет поражу пастыря и рассеются овцы и план сатаны был такой убить пастыря убить пастыря этих овец убить христа распять его руками людей и тогда согласно божьему слову эти люди рассеются и бог как и обещал обратит руку на них и у них уже не будет пути спасения и бог верен своему слову все что он обещал так и будет и здесь он точно также он согласно своему слову поступил то есть когда иисус был поражен то ученики рассеялись они действительно рассеялись но когда он вернулся когда он силой божией был воскрешен он тогда опять собрал своих учеников пастырь опять собрал своих овец и мы не знаем понимал ли гамалиил когда говори вот об этом понимал ли он всю глубину своих слов всю глубину происходящих событий но даже если он и не по и не понимал то все равно через него вот эта истина прозвучала и для людей в синедрионе и для всех кто позже вот эти слова слышал прозвучало грозное предупреждение если от бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказаться и богопротивниками вот это серьезное предупреждение но люди не услышали его то есть вот эти вот люди первосвященник саддуки и фарисеи у них реальная власть была в то время то есть их можно назвать властью в иерусалиме они не поняли этого предупреждения и да они сейчас отпустят петра они отпустят его но отпустят если внимательно читать не потому что они вот вняли вот этому предупреждению а отпустят потому что много людей за дверями стояло потому что люди огромная масса людей пришла и их очень волновал вот этот арест петра написано что когда рабы первосвященника пришли за ним они с огромным почтением к нему обращались и не смели даже силу применить потому что боялись что их побьют камнями до петра отпустили потому что люди были за ним но через некоторое время когда мы будем читать дальше книгу деяний мы будем видеть что когда настроение людей переменятся тут же первосвященники вся власть они опять схватят петра и будут гнать церковь поэтому вот из этого места вот эту истину запомним что наш пастырь с нами он на небесах но тем не менее в любой момент в любом месте он с нами он рядом с нами его обетование записано матфеем 28 20 я с вами во все дни до скончания века и уже после вот этих событий которые были в синедрионе вот этого вот суда над петром прошло две тысячи лет прошло две тысячи лет как гамали вот это вот предсказание сказал и мы видим что за две тысячи лет церковь и не рассеялась и не разрушилась значит действительно бог с нами бог с нами это первая истина а вторую истину которую мы запомним это продолжение вот этой вот первой истины наш пастырь с нами и наш господь реально управляет своей церковью во всех ситуациях во всех моментах непонятных он дает абсолютно ясные и четкие указания что же делать и вот когда петра и апостола схватили и бросили в темницу то господь прислал ангела который освободил их из темницы и при этом ангел передал слова 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 христа он передал его прямое и ясное указание что же делать повторю эти слова деяния 5 глава с 19 стиха ангел господин ночью отворил двери темницы и выведя их сказал идите и став храме говорите народу все эти слова жизни это очень важное указание для апостолов было и для всех нас для современных людей тоже важное указание почему потому что потому что апостолы разные слова имели вот я и яков имели такое слово огонь в свое время они целое сидит селение собирались сжечь а петр имел слово меч и не только имел это слово но и мечом владел и раб первосвященник амалх помнил об этом а весь город заполнен людьми людьми которые прославляют петра людьми которые даже перед его тенью падают на колени и любое его словах любой бы его призыв они бы исполнили если бы он призвал их к мечу они бы пошли за ним если бы он призвал этих людей искать справедливости они бы пошли искать справедливости если он сказал что я стану во главе народа они бы приняли его главенство потому что они уже шли за ним они даже за что его тенью шли со всех окрестностей. Но вот в этот момент, когда разные слова могли вырваться из уст Петра, в этот кризисный момент Господь посылает ангела, который выводит Петра на свободу, выводит апостола на свободу и дает ясные указания, ясно говорит, что же нужно делать. Говорите народу слова жизни. Да, и первосвященник, и Синедрион, и вся эта власть, это воплощенное зло, это ложь, это несправедливость, это беззаконие. И еще многие, многие, многие слова можно говорить. Но вы, апостолы, вы, ученики, вы, верующие, говорите слова жизни, говорите народу слова жизни, говорите о Христе, говорите Евангелие. И вот за две тысячи лет ничего не поменялось, потому что наш Господь все так же во главе Церкви. И вот это его указание тоже не поменялось. Оно такое же. Говорите народу слова жизни. Слава нашему Господу. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Запись этой проповеди была подготовлена для вас, церковью Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.